В Иране ряд депутатов парламента подали в отставку в знак протеста против повышения цен на бензин в стране. В воскресенье иранский Меджлис провел закрытую сессию, по итогам которой спикер Алила Реджани заявил о том, что парламент полностью поддерживает правительство. Однако позже выяснилось, что многим депутатам даже не дали высказаться. Вот что заявил Евроньюс и иранский журналист Хамид Реза Хамаюнифар. У людей была единственная надежда, что Меджлис наложит вето на решение правительства о повышении цен на бензин. Однако этого не случилось. Сессия прошла за закрытыми дверями, а после нее несколько народных избранников заявили, что покидают парламент. В целом, можно сказать, что реформа была одобрена и никаких изменений уже не будет. Более того, власти Ирана демонстрируют готовность жестко пресекать протесты. На минувшей неделе в стране отключили интернет, а в понедельник командование Корпуса Стражей Исламской Революции, элиты вооруженных сил Ирана, заявило о готовности применить силу. Президент же республики Хасан Раухани напрямую сравнил зачинщиков протестов с террористами. Распоряжение о повышении в Иране цен на бензин сразу в два раза вступило в силу 15 ноября. Это незамедлительно привело к всплеску недовольства во всех крупных городах. По официальным данным, в результате столкновений с полицией погибли два человека. Однако, по данным правозащитных организаций, жертв гораздо больше.